Менеджер Forever Living Products 1500 кредитных коробок на глобальное ралли квалификация Владимир Золинян Всем добрый вечер! Здорово! У кого такое чувство, что за одно дыхание день прошел? Ну то есть сам семинар, да? Потому что мы утром начали, вот уже вечером мы заканчиваем и на одну колонку. Ну раз и даже не заметно, да? Вот так. Это то, что невозможно передать. Это нужно только самому присутствовать, прочувствовать. И теперь, если мы попытаемся даже эмоционально рассказать нашим новым людям, которых мы хотим пригласить в бизнес, не получится. Что можно сказать единственное с эмоциональной точки зрения? Я не могу тебе передать то, что видел я и чувствовал я. Потому что это свои глаза, свои чувства. Но у тебя есть шанс быть 13 июня. Мало того, если ты начинаешь сейчас, у тебя 4 месяца впереди, ты видишь этот маркетинговый план от ассистента супервайзера до менеджера. Я знаю как, если ты не знаешь, то у тебя есть спонсор, называешь того спонсора, который знает как, стать менеджером за эти 4 месяца. Ты уже с результатами поедешь, увидишь. Вот это наша позиция. По двум причинам не стоит рассказывать семинар. Ничего секретного. Почему не стоит? Тебе будет немного обидно, потому что ты будешь видеть такое, знаешь, равнодушие человека. Почему? Потому что если ты просто попытаешься сценарию рассказать, вот там ходили ассистенты супервайзера, они в такие ленточки были. Вот они так стояли, такие разные, такие разные. Потом супервайзеры по диплому вручали. И музыка играла. И каждый раз, когда они поднимались на сцену, играла музыка. И их также сопровождала музыку, когда они выходили. А менеджеры, а менеджеры. Там один менеджер такой прикольный анекдот рассказал, вообще, хочешь перескажу. То есть, и человек будет так, ну и что? И все. Ты не сможешь передать. Мало того, он может тебе сказать, да да, там на тебя все музыка играла, все теперь понятно. Раз музыка играла, значит влияние есть. На тебя влияли. Кому говорят? Ты тебя гипнотизирую. То вообще-то, чтобы попасть под влияние, под некое негативное влияние, с дома можно даже не выходить. У всех есть электронный прибор по уменьшению доходов. Его грубое название дебилизатор. Ведь мы не обязательно с дома выходить, чтобы попасть под влияние. И мы люди, все из крови, из плоти, все эмоциональные, мы одинаковые. И мы подвержены влиянию. И негативному, и позитивному. Правда? Кто на себя почувствовал сегодня позитивное влияние? А кто из вас почувствовал негативное влияние? Вот на тебя давят. Понимаешь? Вот ты станешь менеджером и все. Ты должен стать менеджером. И ты чувствуешь, ну меня давят. Я не хочу стать менеджером. Нафиг мне ваши сто тысяч не сдались. А на меня давят. Я против этого. Ты против? Выходи. Шлагбаума у нас нет. Правда? Очень хорошо, вот то, что Аня Шведова рассказала про эту историю миллиардера. Да? Как он продумал, как поймать тех, так сказать, животных, которых никто не может. Ну их прикормил и так далее. Все это все сделал. Я покажу, как я это понял. Я не знаю, к чему она это рассказала. Я скажу, как. Потому что для меня это было обучение хорошее. Посмотри. Миллиардер не просто так стал миллиардером. Он знает действия. Систему ценит. Знает, что система мощная вещь. И потихонечку прикормил, прикормил. Прикормил. Нету никакого ограничения. Нету никаких заборов. Приходите. И все приходили. И потихонечку он ставил заборы. Даже люди про это. Люди говорят. Животные. Тире люди. И даже между заборами могли проходить. Все заходили, выходили. Все. А потом он поставил забор. Все сюда теперь заходили. Почему? Потому что здесь была стабильность. Здесь была иллюзия стабильности. Здесь была безопасность. Но, по сути, это иллюзия безопасности. Правда? И в один прекрасный день шлагбаум закрыл. И если даже продолжать их там кормить. Все. Вот ограничены. Это стадо животных ограничено. Что-то напоминает вам? Сколько систем таких создано в социуме. Куда человек попадает в эту систему. Я не говорю ничего не делая. Делай. Работай. Зарабатывай. Но не говори, что это безопасно. Некой системе в предприятии. Там. Там. На рабочем месте. За зарплату. Даже за высокую зарплату. Какова цена этого ограничения? Чего даже деньгами не опишешь? Цена этого ограничения. Твоя жизнь свободная. И твои возможные достижения. Чего бы ты мог. Что делает сетевой маркетинг? Ломает эти ограничения. Эти заборы убирает прежде всего. Заборы. По привычке человек. Возможно и ты. Возможно и я. Возможно наши знакомые. Мы вот так все равно действуем. Думаем, что достаточно, что мы куда-то вступили и должно все пойти. Когда нам дают свободу передвижения. Можешь здесь делать. Можешь тут пастись. Может тут пастись. Может здесь. Люди теряются. Но возможности тогда гораздо. Я от этой истории это понял. Я это представил. Понимаешь? Это представил. Возможности. Сетевой бизнес. Настоящий сетевой бизнес. Такой как forever living products. Это бизнес без ограничений. Один из годов, когда каждый год компания некий слоган продвигает. И в Лондоне это было. И на Гавайях это было. Один из. По-моему это был. Феник супер ралли. Где слоган этого года был. No limits. Forever no limits. Forever. Без ограничений. Без ограничений. И Аня рассказывала. Насколько мы здесь. Да. Старыми эти ограничения. Вот. Снять ограничения. Да. Это может быть непривычно. Потому что если человек привык жить, зарабатывать на жизнь. В ограниченной ситуации. В другой системе. Ограничениями. И тут у него все заборы. Понимаешь. Вот почему. Одна из причин, когда человек вступает в бизнес сетевой. Business forever living. Он не делает столько работы, сколько на рабочем месте. И соответственно он не получает столько результатов, сколько мог бы получить. И говорит. Вот я уже столько времени здесь, в этом бизнесе не зарабатываю столько, сколько я хотел. А было сказано, что мол. А ты сколько работаешь. И ты просто расслабился из-за того, что у тебя нет начальника. Спонсор не начальник. Спонсор не говорит. А ну тогда ваша есть начинающая и заканчивай. И тебя не дорозит увольнением. Никто с тобой контракт forever не расторгает контракт из-за того, что ты вовремя супервайзером не стал. Или вовремя менеджером не стал. И почему ты сжатые сроки не вышел на доход 100 тысяч рублей. Штрафные санкции, премии, речи, речи. Такого нет. Свобода движения. Хочу – делаю, не хочу – не делаю. Когда хочу – тогда делаю. Что выбирает человек в такой ситуации? Отхватывай. Отхватывай. Сделаю потом. Успею. Сегодня поздно все мои знакомые домой пришли, а поздно никто никому не звонит неприлично. А завтра? А в следующий день я поздно пришел, не успел. А в следующий день я просто устал. А в следующий день на выходной и так далее. А еще в следующий день я, ну не знаю, у меня голова болит. Простудился. Еще чего-то. И тянет. Неделя. Пум! Месяц закончился. Вообще нехороший маркетинг план. Почему только два месяца плюсуется? То есть, понимаешь, да? Начинает искать, что это за… То есть, система, которую считал идеальным, когда вступал, вместо того, чтобы найти, что он не делает, начинает искать, где маркетинг план неправильно выстроил. Спонсор мало помогает. В смысле? А что ему делать? Подключать под тебе своих людей или как? То есть, что ты хочешь от спонсора? Спонсор мало помогает. А что ты сделал, чтобы спонсор больше помогал? Это имеется в виду, чтобы спонсор у тебя больше времени проводил. Чтобы спонсор в тебя вкладывал свое время. Он же тоже рискует. И, в конце концов, ты сам спонсор. Вообще-то нужно, чтобы ты стал спонсором, тогда у тебя будет сеть. И чем большему количеству ты станешь спонсором, тем больше твоя сеть. К чему я это веду? Действовать надо. Работать в нашем бизнесе не ради работы надо. Потому что если ради работы я взял, сделал звонки, мне все равно, какие звонки, какие приглашения, скольким людям. Ой, я уже часа два звоню или полчаса. Хуя, я устал. Ну, в принципе, я работу сделал и галочку себе ставил. Я пригласил. Это они виноваты, что они пришли. Кого объясняешь? Кого ты интересуешь? Мало того, это тебя тоже не должно интересовать. Надо работать ради галочки. Понимаете, чем идет речь? Тогда увеличится ваша эффективность, наша эффективность. Вот это очень важный момент. Это бизнес. В этом бизнесе работать надо. Действовать. Другое дело, какую работу нужно делать. Гораздо меньшую работу, чем на рабочем месте здесь надо делать. Просто другую работу надо делать. Сегодня утром мы консультировались с моим старшим менеджером Фиткулова Равеля. И про нескольких партнеров, которых я хорошо знаю. Я говорю, слушай. Вот этот человек, видишь? Да. Вот это. Про этого. Про этого ассистента менеджера говорим. У меня есть основная работа в том числе. Она менеджер, администратор отеля с рестораном, паркетный зал. Это основная работа. Очень хочет бизнес Форэвер. Ну так сильно, прямо по ней видно. Очень хочет. Слушай. Была в Лондоне. Едет в Сингапур. За свои деньги, потому что не выполнила квалификацию. Но хочет. Хочет Форэвер. Я говорю, слушай. Если бы она делала бизнес Форэвер в плане работы. Так же, как она в своей гостинице или в банкетном зале делает. Что бы с ней было? Ее уволили бы через день. Вечером, да, сделали бы предупреждение. Утром бы сделали предупреждение. На следующий вечер бы уже уволили. Правда? Сто процентов. Она просто не делает. А если бы она делала в бизнесе Форэвер, столько работы, сколько в своей гостинице, как администратор. У нее был бы успех? Сто процентов. Конечно, был бы. Другого ассистента менеджера я привел привет. Потому что я как спонсор должен знать свою структуру. Кто? И ты должен тоже знать людей. А как ты узнаешь, будешь с ними работать? Ни день, ни два, ни месяц, ни два месяца. Продолжительное время. И ты узнаешь. В работе узнаешь своих партнеров. Возможности, их темперамент. Их цели, их мечты. И их сильные стороны, и их слабые стороны. И говорю, вот этот ассистент менеджера. Если бы он на своей основной работе столько же работал, сколько в бизнесе Форэвер, что бы было? Да он от голода шнурки бы кушал. Потому что вообще бы денег не было. Человек не делает. Ходит в бизнес Форэвер. Все хочу достичь. Какие чеки. Вот хочу. Но по приходу, по приезду домой. Так делать же надо. Делать. Между прочим, не столько, сколько в основной работе. В среднем человек где-то в семь-восемь уходит на работу. И вечером, я не знаю, пять-шесть-семь во сколько. Приблизительно. У кого больше, у кого меньше, но в среднем в семь ушел, в семь пришел. Скажем так. Вместе с дорогой и так далее. И в субботу-воскресенье не работали. В лучшем случае. Так или нет? Сколько работы человек делает? А мы говорим, два часа в день. Ты можешь выделять? Эти два часа пройдут. Либо проводя маркетинговый план. Эти два часа в день. День свободный от работы. И здесь не важно, устал ты или не устал. Ты это делаешь ради себя. С перспективой, ради себя. Это то же самое, что, например, у фермера. Весной, например, окно десять дней. За эти десять дней он должен успеть посеять все. И не важно, что он устал. Не важно, что он вчера уже затем на закончил. Ему надо пять утра засыпал встать еще, потому что у него окно десять дней. И там он не задает вопрос. А представляешь, если бы он сеял только тогда, когда отдохнувший был? Мы знаем. Итог был бы нулевой и крах полный. Здесь то же самое. Когда у меня было очень мало времени, порой вообще не было. Я сначала возмущался, как они могут мне предлагать такой бизнес, где требуется два часа в день, если я в семь утра ухожу, а десять вечера прихожу. Называется, утром ушел, дети спят, вечером пришел, дети спят. Плюс субботу-воскресенье я еще работал. И я возмущался, а потом хорошо, не знаю откуда, начал думать. А что я возмущаюсь, по поводу чего я возмущаюсь? Я должен решить, где взять два часа. Это мои должны быть решения. Это не проблема, это мои проблемы. Это не проблема, это ситуация. Реши. Два часа в день. Эти два часа в день на что может уходить? Первый день, два часа в день, это может уходить на то, что написать список и делать звонки по приглашению. То есть приглашать. Список плюс приглашение. Два часа работаешь. Два часа. Домашняя работа. Ты дома сидишь, работаешь. Списки у тебя есть, телефон у тебя, напиши. Напиши в тетрадке, создай список знакомых. Они у тебя есть. Денег не требует. Ну, малые деньги, например, сотовый телефон. И ты и так звонишь, болтаешь. Какая разница? Приглашай. Два часа. Работает список. Написал в первую очередь. Приглашай. Количество даст качество. Приглашай. Другой день, возможно, тот день, который назначен вместе со спонсором сначала. Эти два часа в день может уйти на что? Там приблизительно где-то полтора часа, ну максимум пусть два часа. Людей встретишь, людей проводишь. Окей, два часа ушло на это. Это маркетинговый план. То есть показ маркетингового плана вместе с презентацией продукции, естественно. То есть ушло на то, чтобы провести первую встречу с людьми со своего списка. Два часа. Следующие два часа может на что идти? Еще на такую встречу. Или на список. Или опять же два часа. Следующий день. Приглашаешь опять по списку. Дополняешь людей в список. Следующий день может эти два часа пройти на то, чтобы провести вторую повторную встречу. Заключительную. Чтобы посмотреть как дальше, да. Как дальше будет встреча с теми, кто был на первой встрече. Чтобы здесь уже заключить сделки, да. Регистрация или покупка продукции. Или человек сказал, нет, подумаем. Не важно. Доделать. Следующие два часа опять может на маркетинг план идти. Вот неделя. Два часа в день. Сначала это будет тяжело. Не столько будет тяжело, как это... Потому что здесь минимум 50% работы сделает вместе с тобой для тебя твой спонсор. Например, какие 50%? Он может сидеть с тобой, рядом с тобой, когда ты приглашаешь, чтобы после каждого приглашения немножко откорректировал тебя. Это даст тебе пользу огромную. Следующее. Вот эту встречу полностью он для тебя проведет. Да, это твои два часа тоже будет, но работа будет его в том числе, а он будет проводить. Две, три встречи. На четвертой ты просто увидишь, как он делает, так и ты будешь делать. Понятно? То есть 50 на 50. Сначала это хорошо, это отлично. Почему будет непривычно? Непривычно. То есть сложность, так как это непривычно. Непривычно. А что привычно? Привычно следующее. Кто имеет работу наемную? Пожалуйста, если нужно. Назовите время, когда вы встаете идти на работу. В шесть утра. Окей. Привычная шесть. Человек в шесть встал. Пошел, умылся и так далее. Дальше следующее – это кухня. Правильно или нет? Поход на кухню. Что-то приготовил, кофе, завтрак. Следующее – это что? Поход в прихожую. Одевается. Следующее – это что? Едет. Или едет. Неважно, как – едет. Следующее – это что? На работе делает работу. Следующее – это что? Опять едет. Следующее – это что? Кухня. Кухня. И в этой ситуации уже не только для того, чтобы есть, еще и убрать. Так или нет? Следующее – это что? Четвероногий друг. Диван называется. Следующее – это что? Прибор по уменьшению доходов. Следующий день повторяется то же самое. Кто приучил себя этому? У меня такая ситуация была. У меня. Хотя не было начальников, я был свободным предпринимателем. И я думал, что я, в принципе, все… Ну, я приучил себя таким вещам, которые сто пудов приводят к неуспеху. И здесь неуспех в данный момент не только в деньгах, а отношения в семье. Или, например, чувство самого себя. Когда чувствуешь, как выжатый лимон, особенно в конце месяца, когда зарплату дают. Вроде радостно в тот момент. Хорошо, что вовремя дали. Этот момент радостный. Да, люди? А потом смотришь, бывает… У кого такое было, когда зарплату раздавал за один день? Поднимите руки. За один час даже? И это правда. Бывало такое. Но тот, кто не отдавал за день, просто тупо не отдавал. Он оттягивал этот момент. Он знал, что он отдать должен все. Он говорит, ну хоть еще чуть-чуть пусть у меня поможет. И это что? И когда человек говорит, у меня нет мотивации… Ничего себе у тебя нет мотивации. Ты что, вот так вот родился, чтобы так жить? И большинство привычек мы сами себе создали. И мы можем привычки поменять. Понимаете, ценность этого бизнеса в чем? Здесь развиваются привычки успешного человека. Это то, что большинство людей не делают по двум причинам. Первое – не знают о такой возможности. Второе – знают, но ничего не хотят поменять. А меньшинство узнает легко или тяжело, не важно, начинает делать. Вот почему меньшинство будет лучше жить, чем большинство. Не потому, что кому-то повезло, а кому-то нет. Кому-то наследство досталось. Нет. Особенно в нашем бизнесе. Все начинают с того же момента. Маркетинг-план для меня, для тебя одинаковый. Активность, условия активности вообще супер. Сразу все ставить на свои места. Недавно мой партнер… Ну, конечно, тебе легко сказать, потому что ты там на таком уровне находишься. А вот я не на таком уровне, я все-таки так хотела, чтобы… Но у меня не получилось. Но ты там, я здесь. И я спросил простую, я выслушал это все и задал вопрос. Скажи, что ты должен делать, чего не делаю я в этом бизнесе, чтобы развиваться? А? Что я от тебя такого ожидаю, чего я не делаю? Мне уже не надо делать, типа. Маркетинг-планы провожу, списки пишу, приглашаю, показываю маркетинг-план новым людям, выслушиваю их. Бессовестные отговорки, типа «нету денег», «нету времени», «нету знакомых», «это не для меня», «этим никто не будет заниматься», или «этим уже все занимаются», и разные-разные отговорки. «Вот мне трое сказали «нет», «вот мне сестра высмела», «вот моя лучшая подруга от меня отвернулась». Нифига себе лучшая подруга. Когда мой хороший знакомый, я его не считал лучшим другом, но я считал, что он… Он сказал, что я ерунды занимаюсь, я ему сказал, куда ему идти. Тогда я не умел так общаться, как сейчас, по Дейлу Карнеге, как правильно, да, хотя бы, ну как-то… Или ничего не сказать. Сейчас я… Действительно, это не для тебя. Как я… Извини, что я подумал вдруг, что это для тебя. Точно не для тебя. Я могу сейчас и это сделать. А тогда я напрямую говорил, куда, какой дорогой, как быстро дойти и задержаться. И, честно говоря, это был лучший вариант, чем если бы я уши развесил, мой хороший знакомый, товарищ, он меня не поддерживает, и второй такой же, и третий, и четвертый. Мы все вместе пиво пили, а теперь они четверо вместе пьют, а я… Как-то они на меня смотрят, что-то я из обоймы выпадаю, как же так? Я такой одинокий буду вдруг. Может быть, еще не поздно вернуться, сказать, ребята, да я пощутил, как вы могли подумать только, что я, вот такой, таким недостойным, мы с вами уже такого достигли, хотя чего достигли, непонятно. Как же так? Сколько я это слышу? Сколько? Как ты себя представляешь, молодец? Я, с моего уровня, это прямые слова, вот этим вот буду заниматься, а я скажу профессии какие-то говорю. Учительница, младший класс. Я уважаю, у нее действительно, у меня нет высшего образования, у нее уровень. Как же она со своего уровня? Я даже не знаю, сколько им платят, вернее, не платят. Я… Это талантливые люди. Талантливые. Почему? Потому что сколько платят им, это надо же еще умудриться выжить вообще. Я дома не успеваю выходить, у меня столько тратится, сколько они зарабатывают. И когда я не умел общаться, я им напрямую говорю. Напрямую. Что их зарплата – это отстой, и я так это говорил, что это не самоотстой. Естественно, они не подключались. Мне нужно было изменить ее, коммуникацию. Но достаточно, и сейчас есть масса людей, и я со своего… Кому это говорили? Я со своего уровня. Может, не слова, не вот, не доступно, но показывали, да? Кто это почувствовал? Даже по телефону можно. Если бы я знал, что ты вот это… Не приглашай меня больше. Извините, нафиг с пляжа надо. Чего ты взял? Мне надо было тебе… О-о-о, свет на тебя сейчас… Свет на место пусто не бывает. Один пришел, второй пришел. Самый лучший. Со всего зала моих… Сколько партнеров здесь было, которые говорят, Владимир Залиня, Владимир Залиня, Владимир Залиня. Я скажу, только одного человека лично я знал. Даже он раньше меня узнал, чем я его узнал. Это мой старший брат, Саша Залиня. Все! Больше никого лично я не знал. Никто в мой список не входил. Никто! С моих всех знакомых один человек есть только тот, который ступил сейчас, вот. А остальных нету. У меня была причина не делать это? Конечно! Меня не интересуют причины, почему не делать. Меня больше интересуют причины, почему стоит это делать. Скажи себе, у тебя есть причина, чтобы делать? Чтобы изменить? Чтобы другие привычки, результативные. Понимаешь? Понимаешь? Это самое важное. И ставь перед собой цель. Цель! Чего ты хочешь достичь в бизнесе forever living? У нас с вами до следующего семинара 13 июня ровно 4 месяца. За 4 месяца человек может стать менеджером. Также за 4 месяца человек не может стать менеджером. Мало того, можно за 4 месяца не стать даже супервайзером. Почему? Потому что не делать то, что нужно делать для супервайзера. Это очень просто. А сильно хотеть можно весь период. Так сильно хочу! Месяц буду восхищаться гелем алоэ. Второй месяц зубной пастой. На третий месяц коктейля. На четвертый месяц специально обожгусь, чтобы ферст попробовать. 4 месяца изучаю. Сколько изучу? 4 продукта. Можно сразу тогда застрелиться? Зачем учиться? Он большие возможности имеет, друзья. Большие. И берите выше. Первый месяц. Первый месяц здесь это не март месяц, а февраль. Лучшая часть февраля, то есть самая продуктивная, где больше всего результатов мы показываем, это не первые две недели, которые уже прошли, а вторые две недели, которые начинаются завтра утром. Так или нет? Здесь генеральный директор, дальше там в кулуарах спросите у него, и он вам в процентном соотношении скажет, что больше половины товарооборота выполняется в последние 10 дней. А еще больше. 80% товарооборота вообще в последние 5 лет. Бывает так, когда последние 2 дня удваливают весь товарооборот за месяц. Спрашиваются, непонятно. А что это вы? В начале месяца никто не чистит зубы, никто не пьет алоэ, оставляют на последнем. Как это так происходит? Потому что, ответ, наш бизнес, если даже тут товар, это не простая продажа, это не торговая компания. И мы не создаем торговые сети. Это не просто торговля. Это квалификационный бизнес. Человек хочет квалифицироваться. И он начинает по своему, по своей природе, и люди, он и плюс его знакомые, последние дни нажимать. Давай, 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 что-то месяц быстро закончим. Давай еще чуть-чуть. Давай еще одного. Еще. Осталось 4 кредитные коробки, и у тебя будет 25. Давай новых еще. Давай маркетинг. Давай, давай. Сколько там не хватило? Пол балла не хватает. Купи себе. Но не пролетай там элементарно над деньгами и уровнем. Квалификационный. Человек хочет квалифицироваться. И это что? Это правильно? Это хорошо? Ну, речь не идет, конечно, если человек хочет стать супервайзером, идет. Я хочу стать супервайзером. Пошел, купил 25 кредитных коробок, стал супервайзером. Можно и так. Но под это надо другую стратегию. Это, пожалуйста, каждый свою линию ведите. Под это надо стратегию. А по-настоящему 25 кредитных коробок нужно делать на сети, на продажах. Это те, которые или не подключились, или подключились, но маленькими заказами. И за 14 дней реально делать 25 баллов. Супервайзер – это работа до 10 дней максимум. Работа 10 дней дает уровень супервайзера. Если человек за 2-3 месяца становится супервайзером, он просто работает 10 дней, растянул на 2-3 месяца. Очень неэффективно. Разбросил. А надо, наоборот, кучку. От чего будет зависеть? Сколько встреч вы проведете? Какому количеству людей вы? Вы – это значит, вы и ваш спонсор, если вы новичок. Если вы сами уже проводите встречи, умеете, делаете, отлично, это значит, вы проводите. 25 кредитных коробок в феврале. Кто еще не супервайзер? Поднимите руки. Высоко. Кто не супервайзер? Высоко. Держим руки, пожалуйста. Отлично. Запишите себе цель. В феврале я хочу стать супервайзером с 25 кредитными коробками. И вот с этой целью садишься на консультацию со спонсором, который у тебя эту работу будет делать. Вместе с тобой, конечно. И этот спонсор, этот спонсор знает, это может быть спонсор спонсора, но надо смотреть. Тот, который знает, компетентен, квалифицированный, компетентен. Тот, который сделал. Вместе с ним садитесь, расписывайте план. На 10 дней распишите план. Две недели осталось, но распишите на 10 дней. Потому что остальные 4 дня, знаете, есть фактор времени. Сегодня посею, бывает завтра сразу дает результат, а бывает через неделю, бывает через 2 недели. Не знаем как, но это так работает. Бывает такое, когда мы посеянное нам дает результат через полгода. Ребята, это полном серьезе говорят. Есть даже полугодовые. Вот почему ошибка останавливаться. Ты остановился, а тебе результат ждал через полгода. Результат уже начинает тебя искать, а тебя нету. Да. Вам секреты рассказывают. Секреты, ну, когда секреты рассказываешь, уже не секрет. Но если ты узнал, но не делаешь, все равно для тебя секрет. Пройденная. Цель 25. Да, в конце концов, это вместе с тобой 12,5 человек на 2 кредитки. На 2 кредитки. Что бы я порекомендовал? Да, у нас есть набор на 2 кредитные коробки. Правильно? Великолепно. Великолепно. Но я смотрю, я бы продвигал данный момент следующее. Си 9. Фит, это 0,06, да, где-то. Си 9. Фит 1. Где-то на балл получается. И я бы предложил сразу Vital 5. Тоже на 0,95. Там даже больше, чем 2 кредитные коробки получится. 2,5 кредитные коробки. Это был бы старт супер. Понятно? Почему? Потому что человек бы сел на эту программу. Начал бы. И мы это, вот эти наборы предлагали бы сразу первым вступающим. Си 9, потому что 9 дней закончились, ты должен перейти на Фит 1. С применением продуктов, которые Vital 5. Сердечно-сосудистые и так далее. Если мы опять же ненадолго вернемся к продукту, то какова проблема большинства людей с лишним весом? Есть лишний вес, а есть уже ожирение. У меня есть мой хороший товарищ земляк из Украины. Саша, ты где? Саша, ты где? Из Полтавы. Возможно... Ай, как я хотел тебя показать. Вы видели такой высокий? 45 килограммский. В июне месяце мы с ним были вместе на украинском ралли. Вот такой, как в Ялте будет российское ралли. Был украинское ралли и во Львове. И, я помню, 3 месяца 45 килограмм. Возраст, он не совсем не молодой, но он старше меня, у него внуки есть. Я хочу сказать, разные люди это делают. И у него была уже серьезнейшая... Это, извините, 45 килограмм. Даже мои 17 это было много. Очень много. А в первую очередь, когда страдает человек излишним весом, ожирением. Нужно понять, где ты находишься, чтобы понять, куда идти. И здесь себя врать, это как бы... равносильно смерти. Нельзя. Правду себе. Понять. В первую очередь, бьет по сердечно-сосудистой системе. Слышали Аню Шведову? Огромное количество очередь. Быстрее выписываю. Потому что проблема... Огромное количество... Сумеет проблем с сердечной... Зачем доходить до этой проблемы? Зачем? Если ты уже на... Вот линия. Ты подошел к зоне риска. И, например, рано, если ты не знаешь. А если ты уже знаешь, например, я тебе говорю, что это важно. Зачем? Если легко вот сюда перейти. Или ты вообще уже находишься здесь? Если есть продукты, начинай шагать назад. Дальше и дальше и дальше. Приведи себя в порядок. Вот продукт. Продукт нужно двигать сейчас нам не только на словах, а на деле. Когда начинает человек с 100. Что мы предложим, то он и купит. Правильно? Что он знает, что надо тачку пить двух баллов? Нет. Что он знает, какие... Он может знать перечень товаров, но он их даже не запомнит. Увидит крема, вроде они одинаковые. Не понимаю. Соответственно, спонсор, он ответственно рекомендует. Правильно? Так рекомендует. Си-9. Считайте нет. Вайтл-5. По наименованиям, по количеству, там гораздо меньше, чем в наборе номер один. Да? По наименованиям. Продукции мало. Правильно? Мало. Но вы не должны об этом думать. Вы должны начать... Мы все должны начать работать наборами. Теми, где англичане 55% в рост дали и вышли на первое место. Рынку больше 20 лет. Понимаете, о чем я говорю? Вот наша перспектива. Ты должен уже считать не только количество, чем... Потому что, если ты запустишь человека, и ты приучишь его, он получит результаты от Си-9. За 9 дней он получит результат. Конечно, этого человека вести надо. Общаться надо. Я своим партнерам говорю, неважно в какой ты глубине. Можешь мне тоже звонить. Пусть твой партнер спросит. Будут вопросы по Си-9, ФИ-1, ФИ-2. Как ты себя чувствуешь? То, чего делать. Вы ходите, спрашивайте, консультируйтесь. И ты должен своих вести. Си-9, ФИ-1, Вайтл-5. Следующий месяц, ФИ-2. Ну, когда время пройдет. Потому что эти наборы, Си-9, ФИ-1, ФИ-2, Вайтл-5. За собой потянут в потребление практически все БАДы. Потому что вот как они нужны. Они потянут туда все сердечное, в том числе, кардио. Все абсолютно, все, что человеку нужно. И тогда вообще без проблем личная гигиена. Кожу подтянуть у нас, есть чем контурная, туда. В общем, массажи делают, подтянем. Но что мы запустим? Запустим работу в наборах. В наборах. Практически ты человека запустишь на три наименования. Ты можешь запустить на три продукта. Кто может запустить человека на три продукта? Три, ребята! Кто не может на три продукта запустить? Кто воздержался? У кого рука болит? Кто здесь находится? Дай голос! У-у-у! Ещё раз! У-у-у-у-у! Это... ОТО! вернемся и здесь периодически надо периодически нам 34 я когда говорю 34 если ты здесь дай голос любой не надо думать что подумает со мной если я так или встану никто про тебя не думать да я понимаю что такие темы были затронуты когда человек начинает размышлять периодически дай себе вообще что ты здесь вообще по своей жизни дай знать что ты здесь даже те люди которых ты раздражаешь периодически раздражают раздражать ой ты сильно назойливый сразу идешь первым направлением общение научишься лучше быть назойливым через виницы он сказал мне он нельзя мою трубку больше не позвоню обиделся иди воду пей холодную давай действуй хочешь нас профессионально стать настойчивым сначала придется стать я был назойливым я сначала отправлял потом был назойливый я думал что я был на я был назойлив даже я не знаю саша может только рассказать как я пытался на него давить чтобы он сказал да и начал и вообще самостоятельно начал мне несколько месяцев нужно было чтобы я слов слушать короче ты туда я туда все потом посмотрим и это оказалось правильно ты должен чувствовать запустили три три товара ты предлагаешь новому человеку я что три товара первый товар си девять второй товар фит один третий товар вайтл пять три товара то что в этих трех товарах программы несколько продуктов потому что эта программа комплексная комплексная мне говорят володя и карцинию это будет аппетит перебивать это будет все мои жиры сжечь давай куплю ну не продал почему не работает комплексе только особенно твои жиры только в комплексе комплексе ты что не хочешь продать не продам отдельно я продаю или там коктейль так далее столько тем людям которые прошли программу всю программу он даже правильные уже заказы делали правильные потребности запускаем на три товара си девять фит один вайдл пять там по-моему со застыла алик владимирович застыла что-то почему-то не знаю почему хорошо ну не совсем хорошо марк месяц цель марк месяц 50 кредитных коробок хорошо пусть будет не знаю там 40 35 40 65 получилось не получилось 75 35 40 хотя бы и уже вырос стабилизация больше людей подключились следующий месяц апрель реально реально сделать именно 50 кредитных коробок здесь даже если здесь 40 здесь можно 50 60 30 30 процентов и увеличился это в том случае если ты пишешь список приглашаешь маркетинг людьми потом с их людьми глубину посещая семинары тренинги консультации периодически раз в неделю минимум а то раз три дня консультация со спонсора и не такая консультация ну что он не делает может быть я не такой вся причина во мне надо в себе найти то почему давай вместо этого следующую встречу назначил следующую встречу среда вечер подними трубку нажми на этого человека чтобы он звонок послушал услышал когда он скажет алло пригласили на эту среду что не просто когда не делаешь когда не делаешь простой бизнес мы можем усложнять все мы поэтому нужно работать и над сознанием и над установкой и над дисциплиной и над волей обязательно чтобы программу пройти воля нужна ничего себе убрать 45 килограмм воля нужна убрать 10 килограмм воля нужна спойте сад войти в спортивную форму воля нужна набрать 10 килограмм воля нужна нет подожди про тебя потом я имею ввиду те которые не ну те которые и даже гвозди бросить у них все сжигается оставим это другая тема если вас интересует этими программами есть эти же программы могут люди набрать без которые не могут набирать поняли да у них проблема иссощения мышечной массы этими же программами потому что тогда идет восстановление метаболизма организму за организм знает что ему надо если ты еще и тренируешься белок получаешь приходит норм сейчас я говорил людей которые легче полнеют чем худеют кто легче полнеет чем худеет нас больше нас больше воля нужна чтобы я ел есть такой прикол остался один дома холодильный 80 просмотров конечно а вы слышали и мало того вы слышали вы может даже здесь присутствуете я не могу скинуть весь меньше я вообще не ем я не только чай пью а чай это как это нужно понять потому что я видел такой чай а где в чай входит вот такая буханка помните фильм такой девчата есть помните да вот буханку разрезала у всех это варенье взяла вот это чай она пила чай в принципе это был чай ладно если даже оказывается когда человек говорит я мало очень мало ем человек считает всегда только основную еду сел за опять первый второй третий ну я сегодня мало ел а между и до едой между завтраком обедом ужина постоянно жуё вот тут перебирается калории в разы и я оказывается человек не запоминает этот момент запоминает только обед я на обеде вообще у меня аппетита не было так и до обеда утрамбовался и все и гарник себя вспомнил добра нам не надо такой же вот у меня точно такой же вот был сейчас мне не надо тяга ты мне помогли идем помоги вот здесь так ладно ну-ка я почему к нему обращаюсь я знаю не обидится он правильный человек видите вот я такой был в мае месяце а потом трогать это и шутка и не шутка женщин я не трогаю потому что они всегда прекрасно а они лучше знают что им надо нам мужикам за собой надо следить понимаете потому что если мы хотим чтобы женщина нам было привлекательно мы должны еще быть привлекательны для женщин между прочим женщина это так или нет если они молчат и не говорят либо никого не показывают на наше пузо с утра до вечера это не значит что они вообще правильно о нас думают как ты можешь таким вот быть сексуально привлекательным да какой там зеркало надо обязательно с собой носить а какой привлекатель что не так что да так именно то есть такие вещи во время это я почему говорю что поняли стоит эту дисциплину и волю и он перейдет и в бизнес тоже хочу не хочу дед надо 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 имеется виду тут тебе надо твою хочу должно быть больше чем должен хочу должно быть больше только сам человек знаю я вроде нормально себя чувствую да как ты шнурки завязывай как ты одеваешь сапоги и еще чего-то как долго я не знаю как ты я не мог три минуты сидеть на чтобы я сидел и вода на ногу три минуты не мог сидеть потому что животный давил я чувствовал мне ну плохо надо вот так есть такие вещи которые я могу рассказать про самочувствие столько причин было начать вот и ты думаешь в твоем окружении людей вообще не в твоем окружении следующих которых ты найдешь по всей россии они ребята сейчас просто даже говорит про россию или кыргызстан или украины катара везде на сколько людей страдают а ребята бизнес контроля за весом на огроме в мире это более 100 миллиардов долларов товары по контролю за весом все товары мира который производится товарооборот составляет больше 100 миллиардов год сколько людей диету начинал сколько диет существует вот на тебе капель этой самой пилюли глотай похудеешь вот на тебе чай в очень много вредных есть потом смеси с этим человек почки теряет не только чай а сколько реклам есть или вот этот и фигню вот так завязываешь электричество он тебя вот так делает и а кто это рекламирует такой атлет с таким прессом или девчонка такая вся попа потянула этот персик и ты думаешь что так и есть вот так вот так ходить никуда не надо никуда не надо только вот так а сколько людей а я не хочу воду пить я не люблю пить воду надо да хочешь бизнес делай встречи идти к цели за два за третий месяц осетин менеджера 60 70 баллов здесь май месяц и менеджер и тринадцатого июня мы будем слушать тебя слушать тебя почему ты выбрал себя почему ты решил кто ты откуда ты расскажи что ты делал за четыре месяца я считаю тот который сделает выйдет и расскажи что он сделал кто это самое лучше обучение для нового человека которого мы приведем что он увидел себе подобное нет ничего лучше новой крови знаешь свежей кто среди вас первый раз на этом семинаре поднимите и кто среди вас принял решение я сделаю вот вы и есть вы и есть мои друзья только это делать надо с правильным аттитюдом с настроем действиями дисциплиной воли с мечтой с позитивом неважно негативный негатив то есть оптимистически настроенный человек и тогда ты победитель сто процентов рано или поздно это зависит от твоих действий от твоих установок никогда не сдавать не тогда хочешь чтоб тебя люди уважали кто хочет чтобы его уважали я про не очень хочу чтоб меня любили потому что следующий шаг не очень хороший а уважали да знаешь кого уважали того кто не сдается а того кто сдается уважали какие бы у него не были причин одна только причина есть уважительно почему он сдался умер смерть пришло и во время единственное кто имеет право останавливаться только тот кто умер а тот кто же ребята если вашей жизни сейчас зима наступит весна мало того наступит и летом если вашей жизни сейчас летом то знай зима тоже бывает но за зимой последует лето если тебе сейчас классно запомни так будет не от кого зависит от тебя а форевер есть железобетонно стоит и только зовет 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 и дает заслуженное тебе заработанного мало того и то что мы с вами создадим форекс по наследству передаст нашим детям это друзья и по завершению прекрасного сегодняшнего дня я под легкую музыку не громкую приглашаю на сцену всех менеджеров forever living products в этом зале на сцену дорогие партнеры и коллеги и пожалуйста если можно в темпе и ваша аплодисменты аплодисменты потому что старших манеджеров старших игр манеджеров из трех стран из четырех стран Россия, forever Россия, forever Белоруссия, forever Кегестан, forever Украина. И главное, forever, для forever нет ограничений, нет границ. Огромное спасибо ведущим, ведущие, ведущие. Ребята супер, да? А ведущим очень много занимаются. И мы ребята были просто на высоте, ждут кредитных коробок побольше. Спасибо большое. Огромное спасибо Наташу Иосифову, огромное спасибо Рею Зайчеву, Валерию Гусеву, всем ребятам, которые работают, и работают там на стойке регистрации, которых мы не видим, но петь с них тоже, это большая часть организаторов. Встречайте на этой сцене взмывающий менеджер РФЛП, Боросик Титкар, Санкт-Петербург и так далее, Исакова Елена. И с огромным, с огромным уважением приглашаю на эту сцену генерального директора в полном мире в России, Аня Телеканин! Сокировый менеджер компании «Форум Леви Продакт» Владимир Залия и Аня Шведова. Аня Шведова, прошу, вашу сокировую команду. С огромным, Аня, вышло просто внести соседей. Огромное тебе спасибо лично от меня за выступление, как и Василий. Я полно в серьезе говорю, Аня, потому что сегодняшнее выступление для меня, как и Василий. Я много лет тебя слушаю, это просто шум.